Он готов. Женский монастырь села Раздольного принимает записки о здравии и покоении по электронной почте в связи с режимом самоизоляции. На сегодняшний день место уединения монахинь закрыто для посещения. В богослужениях участвуют только сестры монастыря. Однако монахини не перестают возносить молитвы о людях, поэтому помощь современных технологий стала необходимостью. Это не настолько новшество. В принципе, те люди, которые жили в отдалении от монастыря, часто пользовались этой возможностью. Присылали нам записки о здравии, об опуковении на электронную почту, либо на WhatsApp, если таковой у них имелся. Но сейчас это могут делать и жители Биргиджана, которые не могут до нас доехать. Эти записки мы принимаем и отвечаем людям, где и когда они будут поминаться. Скучать на самоизоляции сестрам не придется. В этом им помогают молитва и монастырские послушания. У них много работы. Труд на огороде, уход за живностью и благоустройство монастыря. Мы сейчас пашем землю, копаем, высаживаем саженцы, делаем рассаду в теплице, готовим клумбы, потому что тоже хотим, чтобы монастырь продолжал оставаться красивым и нарядным. Ухаживаем за садом монастырским. Деревья опрыскивали. Вот сейчас отцветут, будем снова их опрыскивать. Сосны подрезаем, подрубаем, которые здесь редкие, усовшие. В принципе, очень много такой необходимой работы, которую нужно сделать. Правда, как призналась матушка Анастасия, сейчас работать стало труднее. До режима самоизоляции им помогали паломники. Но сестры уверены – с послушаниями справятся. Отметим, что монастырь откроется после снятия режима самоизоляции. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21.